Вот. И вы их можете скачать с сайта ВГИ. Я даже специальных не закачивал к себе сюда сейчас. Потому что вот это хорошие книжки. Там тоже много намудреного, но все-таки есть выход на практику. Если будете в ВГИ, то теоретически их можно даже в бумажном виде получить. Они так с неохотой дают. Если вы заранее позвоните, им скажете, вот нужны там, ну и там гидрологи, ну и все. Ну, если в бумажном виде вдруг надо. Ну вот они в электронном виде есть. Это на сайте ВГИ есть раздел издания ВГИ. Сейчас у них в ВГИ поменялся внешний вид сайта. Сейчас. Сейчас я эту ссылку попробую найти. Вот. В новом виде сайта там часто непонятно куда тыкать. Поэтому я вообще делаю так. Я иду на старую версию сайта и иду их снова. Так. Это у меня что-то. Меня вообще все тормозит. Да, что-то у меня тормозит. Ну ладно. Мы до них еще дойдем. Так. Ну вот. И теперь вот то, что мы называем старый СНИП, коллеги. Старый СНИП, который вот 83-го года. Коллеги, авторы те же самые. Абсолютно все те же самые. Вот. И Библия. Да, и Библия тут вот есть тоже. Что это такое? Как вот рассказывал бы классик, такой расчетчик. Он бы сказал, что вот так рассказал бы, что вот это не действует, что старый СНИП не действует. А что действует? Ну а действует вот тот, новый СП. Коллеги, в реальности могу сказать разное. Могу сказать, что все равно старый СНИП использует. Могу сказать, что не действует ни старый, ни новый. Потому что если мы зайдем в перечень вообще утвержденных нормативных документов, там вот этого старого СНИПа и снова СП как не было, так и нет. Вот. Поэтому мы его используем с другой стороны особых суперразличий между старым СНИПом и новым СП нет. Кроме чего? Кроме того, что при старом СНИПе было вот такое пособие, которое у нас справа. Что было в этом пособии? И что было в СНИПе? В СНИПе были формулы. И есть. Там формула, что вот берешь такую формулу, она эмпирическая, туда вот вставляешь. Что? Те коэффициенты, которые находятся в пособии. А пособие состоит из трех частей. Сейчас я вам... У кого вдруг нет этого пособия, вдруг наверное у всех есть, да? То я сейчас ссылку дам. У нас стоит из трех частей. Первая часть это вот как бы описанка. Вторая часть это таблицы. И третья часть это карты. Так вот эти карты это что? Это и есть районные распределения разных коэффициентов. Если вы работаете на Западе, вы будете брать один коэффициент, чтобы вставить в эту формулу. А если на Востоке другой коэффициент. И там смотрите. Или по районам, или по изолиниям. Там приведены эти коэффициенты. Или бывает еще так, что вы сначала заходите в карту для того, чтобы узнать район, а потом заходите в таблицы для того, чтобы узнать значение, которое нужно использовать в этой формуле для этого района. Формула из СМИПа, а район из карты. Вот еще так может быть. Вот. Значит, классик вам рассказывал так, что это не действует, а это частично используется. Коллеги, так в реальности вот мы с вами живые практики. По-разному. Мы деление делаем по-другому, коллеги. Если у нас супер-супер-супер ответственный объект, и какие-то неответственные объекты. Ответственный объект, за который вам дали много миллионов рублей, за который вам дали много два года, где супер-супер все ответственно, тогда что вы делаете? Тогда вы там делаете все как надо. То есть вы сами берете все-все-все львы, которые есть, удлиняете их и по ним делаете себе микропособие. микропособие уже как бы в новой ситуации. В пособии приведены коэффициенты, которые вот на 1984 год, по тем рядам, которые были до 1984 года. А что говорит вам новый СП? Вот этот. новый СП вам говорит удлините ряды, не используйте те коэффициенты, которые были в старом пособии, которые были в приложении к пособию в виде карт или в виде таблицы. А вы выведите, что вот новый СП чем отличается от старого СНИПа. В старом СНИПе есть пособие, в котором приведены коэффициенты, а в новом СП нет пособия, в котором приведены новые коэффициенты. И новый СП говорит выводите все эти коэффициенты сами на основе длинных рядов. Да, вы можете их выводить сами, коллеги, если у вас супер-супер ответственный объект. А если вы просто там делаете быстро-быстро что-то такое, за две недели вам нужно выдать 100 пересечек, коллеги, то тогда используем вот это то есть то, что мы называем старый СНИП, осылаемся куда? Туда, то, что мы называем новый СП. А раз мы используем хоть как, хоть старый СНИП, хоть новый СП, формулы одинаковые, нам нужно туда коэффициенты. Мы берем с пособиями с пособиями. Сейчас дам ссылку на все это, дальше я уже не успею рассказывать. Вот, что такое Atlas? Atlas это приложение к пособию. То есть у нас пособие, это библия, приложение к старому СНИПу, а к пособию есть приложение, приложение к приложению. Пособие приложение к СНИПу, а Atlas карт приложение к пособиям. Вот, вот эти все листы сейчас я вам дам. И вот Анатолий Владимирович Секан, один тоже из крупнейших гидрологов, именно расчетчик мощнейший, вот он выделил красным цветом то, что он считает, что типа не изменилось. То есть то, что можно использовать. Все, наверное, дальше уже не успею рассказать, поэтому дальше уже завтра продолжим. отдельное спасибо за этот слайд. Да, этот слайд не мой, это слайд с содром как раз у Секана Анатолия Вадимовича. Вот, все, сейчас дам ссылки, если вдруг у кого-то нет. Вот, и типа потом уже вот хотел еще рассказывать вот это, что делать. Вот, вот это хотел рассказывать. Ну, наверное, часик закончился, поэтому задайте те вопросы, которые хотите задать. Я даю ссылку, а вы задайте те вопросы, которые хотите задать. Даю ссылку, коллеги, по этой ссылке будет пять документов. Первый документ это пособие 280 мегабайт. Второй документ это zip архив. Второй документ это приложение к этому пособию в виде карт. Третий документ та презентация, которую я вам сегодня показывал и недопоказывал. И четвертый, пятый это как раз старый СНИП 1983 года и новый СП 2003 года. Вот, пока все. коллеги, постепенно выдан примеры, выдан там расчет. В общем, что захочу, то и дам. Что вы захотите, коллеги, то, что вы запросите, то и дам. Поэтому, если есть вопросы, которые хочется задать сейчас, то задавайте. Если нет, то скачивайте и на сегодня прощаемся и встречаемся так же завтра в это же время с 9 до 10 по московскому времени. Сколько же качаться будет? У кого есть Яндекс.Диск, коллеги, у кого есть Яндекс.Диск, просто нажмите сохранить на Яндекс.Диск, оно уже у вас будет. Там качается мгновенно. На работе нет. Ну, захороните ссылку, коллеги, эта ссылка останется. Можно качать потом. Телефон не нажимается. Ну все. так. Каким-нибудь образом просто сохраните эту ссылку тогда в текстовый файл. Ну, я ее же буду и завтра давать. И вообще каждый день буду давать эту ссылку и туда в эту папку будут добавлять записи. Например, завтра будет там же лежать уже запись сегодняшняя, если успеет. А также новые презентации тоже будут там. А также примеры. То есть все будет там. Поэтому вы просто пока ее запишите, а потом постепенно будете качать все, что хотите. Ну все, коллеги, тогда прощаемся и до завтра. У кого есть вопросы, пишите на почту или на форуме. Спасибо сильно. До свидания. субтитры сделал DimaTorzok